Доброго дня всем! В этом видео мы рассматриваем вопросы настройки KLM-90 и осуществления полета на таком вот уже более современном ЯКе. Мы сейчас находимся в X-Plane. Як-40, модель от Feliz, адаптированная командой разработчиков, у которых сайт находится, группа ВКонтакте Як-40 для X-Plane 11. Версия 3.2 для экспериментальной динамики полета, которую я не использую, но версию я использую как раз с KLM-90. И летаем мы сегодня с FS иконами. Прежде чем осуществить полет, надо рассчитать параметры, потому что в версии 3.2 еще не реализован экран загрузки, чем я сейчас и займусь. На сегодняшний полет нам предстоит 16 пассажиров и дай бог памяти, хотя я все выполняю в FS иконами. Там записано, значит, половинная загрузка, 918 галлонов топлива, 63% загрузки топлива. Эти параметры, значит, кто не в курсе, кто не внимательно читает инструкции, в папке с Як-40 есть Excel-ка, расчет Як-40-XLSX. Если у вас на компьютере нет Excel, вы можете установить бесплатный офисный пакет LibreOffice. Эта Excel-ка там тоже работает, за исключением того, что там картинки получаются поехавшие, смазанные. Поэтому все справочные таблицы вам из РЛ лучше заранее распечатать, чтобы потом не ковыряться в них. Модель для X-Plane от Phyllis отличается от модели Supra Nova для FS 2004 и FSx. У нас, в первую очередь, своими параметрами размещения пассажиров. У нас, получается, здесь размещены 4 передних ряда, 0 багажа. Напоминаю, это полет в FS иконами. Нет таких условностей, как багаж топлива. 4,400 умножаем на 0,63. Получаем 2,772 тонны килограмма. Наш полет занимает примерно 1 час, поэтому остаток будет примерно 1,772 килограмма. Центровка показывает процент средней аэродинамической хорды в районе от 17,1 до 17,8. Смотрим на диаграмму центровки. Значит, масса в пределах 13 и 14 тонн колеблется. 17,1 до 17,8. Значит, это примерно посерединке между отметками 15 и 20 на горизонтальной оси. Значит, и 13,14. Значит, положение стабилизатора где-то 2,5. Продолжение следует... Ну, а сейчас все еще отключено. Запомним просто это число. Здесь сразу скажу, включаю я его не так, как оно делается. У меня не цель обрести новой профессии, профессии пилота. Мне в жизни не придется столкнуться ни с чем, что летает не на поручневом двигателе. Двигатели, по крайней мере, за штурмалом. Поэтому я буду себя вести в этом плане немножко по-хамски. В первую очередь, не забывайте, значит, нужно подать наземным службам просьбу снять заглушки, снять колпаки с датчиков и убрать колонки. Обеспечивание вылета. Быстрый способ это сделать. Потом для этого самолета левая, правая, я просто прощелкиваю, как если бы прощелкивал щетками, все вот эти автоматы защиты сети. Потом, убеждаюсь, что у нас тут заданы начальные параметры прессуризации. Прогрев нам не нужен. Значит, включаю бортовое питание. Причем, в том числе, вот этих вот систем. Кто не спрятался, я не виноват. Я не виноват, что они не смоделировали вышибание потребителей, если их слишком много. Вот эту систему я не включаю, но просто открываю колпачок, чтобы потом на взлете можно было ее непосредственно после выполнения взлета уже там, при переходе в крейсерский, вовремя включить. В отличие от FSX в X-Plan, система питания у нас прекрасно смоделирована. Сюда я вбиваю заранее, потому что это возможно. Значит, у нас 112,6 вторая. Значит, второй маячок с курсом 341. Значит, чтобы дальше сюда не ходить, так сказать. Открываю, проверяю, во-первых, что вот это вот все работает. То есть, по идее, должна быть кнопка, которая позволит это все проверить. Ну, проверяю, что датчики исправны. Значит, сигнализация об агаре. Включаю краны, включаю проблесковый маяк, навигационные огни. Включаю манометры, включаю подкачку гидравлической системы. Убеждаюсь, что самолет стоит на стояночном тормозе. Убеждаюсь также, что на стояночном тормозе у нас бустер отключен. Включаю кран вспомогательной силовой установки. Точнее, это не совсем здесь вспомогательная силовая установка. Включаю разблокировку штурвалов. Проверяю, что они двигаются. Это не совсем вспомогательная силовая установка. Значит, это у нас... Пусковой двигатель. Прошу прощения, я забыл включить топливные краны. Прошу прощения. Сейчас наша задача убедиться в том, что давления достаточно Да, и еще, кстати, один важный момент Ладно, значит, когда мы будем так срывать То есть это вообще-то осуществляется в решетке То есть мы здесь решетка не реализуема Здесь это осуществляется педаль То есть я много встречал упоминания о том, что управление здесь безбустерное Но вот это не так Значит, открываем Варьянову Конструкция и особенность эксплуатации самолета Як-40 Раздел 5.5 Система поворота передней стойкой шасси Что-то считаем дословно Читаем дословно Управление бустерное с обратной связью Только от основной гидросистемы Передали муку для направления В этот раздел Я могу, конечно, ошибаться Но после прочтения У меня сложилось впечатление о том, что Бустер удерживает стойку шасси в центральном положении В те моменты, когда на руках Вот этими гашетками Слева-справа И педалями это сделать невозможно Поэтому На посадку у нас Угол в выключенном положении На рулении он идет У нас во включенном Точнее, во включенном положении На посадку у нас На включенном положении То есть у нас Вот этот переключатель Угол подорота Нормления Долган составляет 55 грамм Нормления Chrome Продолжение следует... Нормления Продолжение следует... Угол в 7-4-3 и в поэклево Продолжение следует... 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 Дюймы лютубного столба в гекта паскале 30 точка, сколько там было? 30,46 Я умножаю на 33,8 и получаю гекта паскале Давление 10,29 Вот по этому альтиметру мы будем ориентироваться в полете Потому что он здесь в футах Ну и поэтому иногда Для перевода в миллиметр ртутного столба это соответственно коэффициент 25,4 И так далее 73,5 мм ртутного столба Альтиметры установлены Возвращаемся к нашим баранам Здесь у нас введен предыдущий флайт план Я нажимаю CLR Делит флайт план Enter И у нас флайт план 0 Они здесь кстати вот Чем хорошит GPS в X-Plane Могут сохранять несколько флайт планов файлы И читать их оттуда Но я не пользуюсь вот этим Почему? Потому что во-первых у нас флайт планы Я обычно в X-Plane Из-за того что он Тормозит Но часто он реал тайм работает А потом Значит Фреймрейты падают где-то так Два раза Особенно когда много облаков И полет занимает Допустим вместо получаса Час Я обычно флайт планы Устанавливаю Вручную Вот здесь вот Как это делается Ставим А да Мы сначала должны поставить Initial Position Initial Position Я просто накручиваю колесиком Потом переключаю И опять накручиваю колесиком Это очень удобно Александр Филд Салф Конфирм Здесь лучше вручную Это ввести Меньше Проблем Начальную точку Вводите вручную В первую строку Хотя он подсказывал Кису Так Ошибочка Энтер Вот Значит Пошли дальше Следующая точка Это интерсекшен Милтор Вообще Можно было замутить Навигационную задачу По поводу того Как по двум ВОР Значит Выйти на этот Интерсекшен Здесь такое возможно Здесь же два приемника Будет смешно Если его нет Милто Не то Не то Милто И смотрите Вам предлагают На выбор Интерсекшен в USA Или интерсекшен Где-нибудь В Бразилии Конечно же USA Но могут Предложить на выбор Несколько в USA При этом Правый экран Не подсказывает Какой это именно Интерсекшен Поэтому Методом Проб и ошибок Вы смотрите Здесь по координатам Где оно примерно есть И Отсекаете Ненужное Бывает Так Что Несколько Таких пересечений Одноименные Или Несколько Нафпоинтов Одноименные Особенно С НДБ С вармаяками Так бывает Значит Дальше Первый Нафпоинт ЕАУ Первый ВОАР Маяк ЭКЛЕР На 112.9 Их проверяем По частотам Второй Маяк Дальше Дальше И Финальная Точка КДЛХ Вот Кстати Вылезло Сообщение О том Что у меня Дропнулся Фрейм Рейт Как я Говорил Примерно В половинку Мютри Ну ладно Мютри Курсор Убираем По идее Флейт План Мы можем Сохранить Но Зачем Мучиться Теперь Что я хочу Сделать Здесь Здесь У нас Информация О точке Маршрута Мне нужна Информация О КДЛХ Я хочу Знать Все частоты Чтобы быстро На них Переключиться Когда Буду Выполнять Заход Тоже Накручиваю КДЛХ Курсор Убираю Аэропорт Возвышение 1428 футов Процедур Захода Нету Схема Полос Характеристики Полос Скорее всего Мы будем Заходить На Какую-то 0.9 Либо на 0.27 А мы Кстати Можем Узнать И опять Я повторил Свою Давнюю ошибку Я зарегся Этот плагин Использовать Именно В таком Виде Почему? Потому что Он приводит Иногда К крашу Системы Все По-новой Тем не менее Мы почти Настроили Флайт план Мы запустили Як Все остальное Пусть остается За кадром Всем удачи Надеюсь Многие из вас После этого Просмотра Подружатся С КЛН-90 Система Престая Несмотря на то Что она Отпугивает Текстовым Интерфейсом До новых встреч Получается